вас на аниме превью. Не забудьте поставить лайк и подписаться. В начале эпизода Арада Кусага оказывается в темном мире, где он пребывает в трансе. Он слышит какой-то звук за спиной и, обернувшись, видит свою двоюродную сестру Хидзири Кусагу, которая бежит к нему. Арата тоже бежит навстречу Хидзири, пока наконец не хватает ее за руки. В этот момент он просыпается и случайно касается груди Хидзири. Арата замирает, осознав, что все это время ему снился темный мир. Он не придает особого значения тому, что прикоснулся к груди своей двоюродной сестры, но Хидзири бьет его за это. Позже они оба одеваются и завтракают перед тем, как пойти в школу. Во время завтрака Арата делает забавное замечание по поводу одного из рисунков Хидзири на стене и говорит ей, что в том, что он прикоснулся к ее груди, нет ничего страшного. Хидзири так смущается, что выгоняет Арату из дома. По дороге в школу Арата улыбается, глядя на мир, в котором живет. Однако он немного удивляется, когда узнает, что солнце в этом мире черное. Он спрашивает Хидзири об этом, но она отвечает, что это нормальный цвет солнца. Арата не обращает внимания на черное солнце и продолжает идти. В этот момент мимо него проходит пышногрудая женщина и угрожает убить его, если он не отменит заклинание, которое наложил на мир. Арата идет в школу, обеспокоенной словами женщины. После уроков он выходит на крышу, чтобы посмотреть на солнце. В этот момент появляется Хидзири, чтобы проведать его. Она спрашивает, о чем он так задумался, и Арата снова спрашивает ее о солнце. Хидзири становится немного странной и чересчур навязчивой. Она говорит ему, что солнце всегда было таким, черным и безжизненным. Арата не был экстрасенсом, но он чувствовал, что с Хидзири что-то не так. Он начинает немного подозревать ее и спрашивает самозванку, что она сделала с настоящей Хидзири. Хидзири немного запинается и отступает назад. Затем она начинает бродить по комнате и отвечать на личные вопросы Араты. Она правильно называет его любимые блюда, любимый вид спорта и все остальное, но затем Арата спрашивает ее, почему она нарисовала солнце красным. Хотя знала, что оно всегда было черным. В этот момент самозванка ничего не могла поделать. Она смеется и признается, что она самозванка. Но прежде чем она успевает что-то сказать, появляется та самая грудастая девица с большим пистолетом и стреляет в самозванку. Самозванка видит, что на нее нападают и блокирует удар, прежде чем он достигает цели. Арата ругает ее за то, что она так безрассудно выстрелила, а также за то, что она так вызывающе одета. Самозванка смеется и отменяет все изменения, которые она внесла в мир. Внезапно прекрасный город, который знал Арата, снова превращается в руины. Что же произошло? Лилит объясняет, что несколько месяцев назад произошло явление, которое называется провал. Это магическое заклинание, способное вызвать сильные гравитационные колебания и нарушить равновесие Земли. Наступившая тьма поглотила всех жителей города, включая настоящую Хидзири. Арата вспоминает последние мгновения, проведенные с Хидзири. Перед тем, как исчезнуть, она подарила ему легендарный гримуар и поцеловала его в губы, чтобы он запомнил этот момент. Через несколько секунд после исчезновения Хидзири Арата обнаружил, что парит в темном пространстве. По мере того, как он все глубже погружается в пучину отчаяния. Он начинает терять терпение и приказывает гримуару Хидзири создать альтернативный мир, в котором все присутствующие окажутся в безопасности. Что касается Лилит, то она была преподавателем в школе, которая отправила ее сюда расследовать инцидент. Прибыв в новый мир, она с удивлением обнаружила, что это тот самый мир, который создал Арата. Чтобы вернуть мир в нормальное состояние, Лилит приказывает Арате либо вернуть гримуар и остаться в живых, либо отказаться от него и умереть. Наставив на него пистолет, Арата решает стать крутым парнем и выбирает третий вариант. Вариант, при котором он остается жить с гримуаром. Теперь, когда он все вспомнил, он должен спасти свою сестру. Он просит самозванку узнать, жива ли Хигерия. Самозванка уверяет его, что его сестра жива и здорова, поэтому Арата выбирает третий вариант и просит Лилит отвезти его в Академию магии, откуда она прибыла. Там он узнает, как стать магом, и наберется достаточно сил, чтобы спасти свою сестру из любого мира, в котором она сейчас находится. Вскоре после этого Лилит и Арата прибывают в Академию магии. Лилит приводит Арату в класс и представляет его студентом как нового ученика. Одна из студенток Селена спрашивает Арату, какие девушки ему нравятся. Арата отвечает, что ему нравятся девушки с большой грудью. Затем она спрашивает, правда ли, что он создал новый мир, что для них студентов практически невозможно. Арата отвечает, что это правда. Класс тут же взрывается от удивления, приветствуя своего нового одноклассника. Они прогуливают уроки и расклеивают по всей школе плакаты, чтобы все узнали о силе их нового одноклассника. После уроков Лилит ведет Арату к директору, который хвалит его за силу и призывает хорошо учиться в школе. Королевская Академия Библа – это учебное заведение, финансируемое правительством и различными организациями, где обучаются маги международного уровня, способные проводить расследования и раскрывать необъяснимые явления. Директор рассказывает Арате еще кое-что и наконец переходит к самому главному, а именно к Тринити-семерке. Тринити-семерка – это группа невероятно сильных людей, обладающих способностями и навыками, не уступающими магам высшего класса. Директор говорит Арате, что ему нужно пообщаться с ними, чтобы они научили его кое-чему в области магии. К этому времени Лилит уже сгорала от стыда, потому что она была одной из Тринити-семерки. После разговора директор отпускает их с Лилит из своего кабинета. Лилит и Арет встречаются с одним из членов Тринити-семерки – Казма Леви, которая является ниндзя с невероятными способностями. Леви спускается с потолка, на котором она пряталась, и представляется. Познакомившись с Аретой, она немного подразнивает Лилит, а затем поворачивается к Арету. Она называет его симпатичным парнем с хорошим будущим. Арет спрашивает ее о других членах Тринити-семерки, и Леви показывает ему еще двух членов – Фуда Акио и Яману Миру, которые только что вернулись с задания. Арет замечает, что все они девушки, и спрашивает Леви, почему так получилось. Леви объясняет ему, что магия лучше всего подходит женщинам, потому что они более эмоциональны. Лилит еще больше смущается в присутствии Ареты и убегает. В ту ночь Арата лежит в постели, жалуясь на то, что день выдался тяжелым. Он ищет свой гримуар, который, как оказалось, лежит у него на груди. Гримуар впервые заговорил с ним и попросил сходить в душ. Арата встает с кровати, раздевается и идет в мужскую душевую. Там он видит какую-то женщину, но решает ничего ей не говорить. Он берет шампунь, и женщина подходит, чтобы помочь ему. Арата немного пугается и спрашивает женщину, почему она не закричала, когда увидела его. Женщина пытается закричать, но Арата, который уже успел выбежать в коридор, лишь еще больше пугается. Там он встречает Лилит и спрашивает ее, кто эта странная женщина. Лилит представляет свою странную гостью, как Аарон, одну из троицы семи. Она рассказывает ему еще кое-что об этой женщине и идет в душевую, чтобы отругать ее за то, что она зашла в мужскую душевую. Когда коридор пустеет, Арата надевает рубашку и спрашивает свой гримуар об Эрин. Хотя она и отличается от других, Арата не мог не задаться вопросом, похоже ли Эрин на Хидзири. Тем не менее, он знает, что к троице семи нужно относиться очень серьезно, так как они помогут ему в поисках Хидзири. На следующий день Арата посещает один из уроков Лилит. Пока урок продолжается, Эрин так пристально смотрит на Арату, что это начинает отвлекать остальных учеников. Когда это становится невыносимым, Арата спрашивает Лилит о странном поведении Эрин. Лилит говорит ему, что не знает, почему Эрин так себя ведет. Во время обеденного перерыва Эрин следует за Аратой и пристально смотрит на него. Когда ему нужно в туалет, она идет за ним туда. В этот момент Арата останавливается и просит ее не нарушать его личное пространство. Затем он спрашивает, почему она ходит за ним по пятам, и Аарон отвечает, что она его супруга. Супруга? Арата удивлен. Аарон объясняет ему, что ей суждено стать супругой повелителя демонов, а поскольку он сам является кандидатом на эту роль, то она автоматически становится его супругой. Это не нравится Арата извращенцу, и он пытается от нее отделаться. Однако Эрин уходит, не дав ему сказать ни слова, и надеется, что однажды он ее поймет. После долгого учебного дня Арата возвращается в свою комнату в общежитии. Там его ждут Селена, Леви и Лилит. Когда он спрашивает, что они там делают, они объясняют, что пришли взять у него интервью. Арата садится и слушает вопросы. На первый вопрос девушки спрашивают, что он любит есть, и он отвечает, что жареную курицу. Девушки шутят, что подсыплют ему в еду яд, и Арата смеется над ними. Они немного шутят, пока Арата не просит их научить его магии. Лилит, которая уже смущена всеми этими двусмысленными шутками, соглашается научить его магии. Леви и Селена продолжают шутить и снова смущают Лилит. Арата останавливает их, чтобы спросить о его гримуаре. Лилит говорит ему и девушкам, что у него в руках легендарный гримуар, Астил Кодекс, который, как говорят, содержит знания о другом мире. Хотя о гримуаре известно немного, Лилит продолжает объяснять Арате основы магии. Чтобы стать магом, нужно выбрать тему, которая станет основой для магических исследований на всю жизнь. В архивах семи смертных грехов можно найти одну историю. Прежде чем она успевает что-то объяснить, на потолке появляется странная воронка, и в комнате становится темно. Арата просыпается и обнаруживает, что снова держит Лилит за грудь. Получив пощечину, он встает и освещает комнату с помощью своего гримуара. Они немного покопались в книгах, и гримуар сообщил им, что кто-то играет с ними в игру, и они оказались в ловушке в комнате Араты. Чтобы выбраться из комнаты, им нужно было использовать свои способности и найти ключ, чтобы открыть дверь. После этого гримуар заснул и погасил свет. Арата попросил его оставить свет включенным, чтобы они могли найти выход из комнаты, и свет снова зажегся. Пока гримуар спал, Арата попытался сделать несколько странных вещей, например, сломать один из стульев о дверь, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. К сожалению, ничего не изменилось. Все четверо принялись осматривать комнату в поисках подсказки. Они искали несколько минут и ничего не нашли. Довольно скоро у Лилит сильно заурчало в животе, и она почувствовала, что ей нужно в туалет. Она изо всех сил старалась сдержаться, но что-то выходило из ее тела. Она осталась лежать на полу и умоляла остальных поскорее найти ключ. Через несколько минут Леви и Селена почувствовали ту же боль внизу живота. Арата остался один, чтобы принять окончательное решение. Он разбудил свой гримуар и решил прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его рассказать, где находится ключ. Он попросил помощи у девушки, и они вместе обманули гримуар. К счастью для них, в гримуаре указано местонахождение ключа и преграды. Как только они находят его, Лилит уничтожает его и приказывает девушкам бежать, чтобы они могли спокойно отдохнуть. После того, как они уходят, Осил Кодекс благодарит Арату за то, что он обманом заставил Лилит открыть дверь. Арата спрашивает, что такое Атема и Аарон, и они появляются в самый подходящий момент, чтобы объяснить ему суть Атемы. Арата радуется тому, что оказался в тесной комнате с тремя девушками. Арин расстегивает юбку и показывает Арате нижнее белье. Арата просит ее не снимать юбку и вести себя нормально. В этот момент Осил Кодекс просит Арату показать ему его подругу. Арин подходит к гримуару и здоровается. Осил Кодекс проявляет симпатию к Арен и немного флиртует с ней. Арата прерывает их разговор и спрашивает Арен, что значит повелитель демонов. Другими словами, повелитель демонов – это босс всех магов. Прежде чем они успевают обсудить что-то еще, в коридор врывается директор школы, словно сумасшедший. Арата и Арин уходят в другую комнату, чтобы поговорить, как взрослые люди. Появляется Лилит и Арата снова начинает дразнить Арату. После того, как он получает пощечину, они снова начинают обсуждать разные вещи. Затем Лилит спрашивает Арен, зачем она заперла их в комнате. Арин говорит, что это была идея директора. Он считает, что Арата может спровоцировать еще один феномен, если его запереть с женщинами. Лилит и Арата планируют разобраться с директором, пока у них есть такая возможность. Они запирают директора в комнате и продолжают разговор. Арин встает с кровати и кладет свою ладонь на ладонь Араты. Внезапно появляется яркий белый свет, и Арин активирует свой мега-режим. Она называет его руина и снимает ограничители с магического гримуара Араты. Когда он снимает свой магический ограничитель, магия Араты выходит из-под контроля, и школа оказывается охвачена разрушительным явлением. Чтобы остановить разрушительное явление, Лилит достает пистолет и собирается выстрелить в Арату. Однако Арон встает у нее на пути, чтобы помешать ей сделать это. В этот момент появляются Айка и Мира и используют свою магию, чтобы нейтрализовать разрушительное явление. После этого Акио призывает свою магию и ударом ноги сбивает Арату с ног. Все попытки остановить ее оказались тщетными. Через несколько дней Арата и другие ученики отправляются на пляж, чтобы отдохнуть, пока директор ремонтирует школу. Похоже, что разрушительное явление, вызванное Аратой, уничтожило школу и сделало ее непригодной для использования. Арату и Арона заставляют работать на пляже, пока их одноклассники развлекаются, в качестве наказания за то, что они устроили такое масштабное происшествие. После того, как Лилит поиграла с учениками на пляже и присмотрела за ними, она застает Арату и Арина за мытьем тарелок. Она снова ругает их за то, что они разрушили школу, и говорит, что директор сейчас занимается ее восстановлением. Арата немного удивлен, он и не подозревал, что директор может быть таким сильным магом. Лилит объясняет ему, что хотя директор иногда бывает один из самых могущественных магов, которые когда-либо жили. Селена и Леви прерывают их разговор и немного подразнивают Арату. Они снимают с Лилит накидку и показывают Арате ее бикини. Арата смотрит на нее и делает ей комплимент по поводу ее фигуры. Затем две девушки молча рассказывают Арате, что Лилит пыталась соблазнить его, чтобы он с ней переспал. Арата неправильно все понял и подошел к Лилит слишком близко. Он взял ее за руку и предложил ей выйти за него замуж. Лилит немного смутилась, но придя в себя, направила на Арату пистолет и пригрозила, что если он кому-нибудь расскажет о том, что произошло, то она его убьет. Арата понял, что она не шутит и кивнул в знак согласия. Но почему Арата не погиб от смертельного удара Ако? Оказалось, что Арата исчез за мгновение до того, как Ако нанесла ему смертельный удар. Сначала Ако подумала, что убила его, но потом Лилит и остальные перестали чувствовать его магию. Ако и ее напарница продолжили путь, но не успели они далеко уйти, как комната снова затряслась. Это могло означать только одно – Арата все еще жив. Арата очнулся в мире грез, наполненном музыкальными звуками. Он услышал, что кто-то играет на скрипке неподалеку, и пошел на звук. Открыв дверь, он увидел девушку в розовой комнате, которая играла на скрипке. Арата узнал ее по имени, написанному на двери, и обратился к ней. Юи сказала ему, что он сейчас находится в мире грез, и хотя она может подождать, пока он придет в себя и они поговорят, у него есть более важные дела. К тому времени уже начали исчезать более слабые маги по всей школе. Арата сказал Юи, что должен вернуться и спасти своих людей. Однако Юи спросила, знает ли он, как остановить начавшееся явление. Арата признался, что не знает. Юи сказала ему, что не стоит расстраиваться, она все ему объяснит. Чтобы остановить это явление, Арате придется найти и активировать свою Теа, чтобы провести исследование. Выбор Теа из семи смертных грехов. Превосходство жадности, гнева, лени, чревоугодия, гордыни и похоти, сделает его официальным магом. Арата обдумывает варианты и, наконец, принимает решение. Он выбирает Теа прямо здесь и сейчас, и поднимается, чтобы покинуть мир грез и вернуться в реальный мир. Он благодарит Юи за помощь и возвращается в реальный мир. К этому времени он находит девушек, заключенных в хрустальный шар, и появляется внутри него. Арата умоляет девушек, Аки Юи и ее напарницу, позволить ему попытаться остановить это явление. Получив разрешение, Арата достает свой гримуар и выбирает Теа, которая является полной противоположностью Теа Миры Справедливости. Как только гримуар находит страницу с Теа, Арата превращается в мага. Он использует свою силу и обращает вспять не только само явление, но и снимает с девушек одежду. Поняв, что произошло, девушки замирают на месте, Миры Эки уходят, а затем одежда Араты тоже исчезает. Рассказав о своих приключениях в пляжном домике, Арата хвастается перед девушками своим магическим режимом. Лилит ругает его за то, что он хвастается перед девушками своим магическим режимом. Но тут Леви останавливает ее и начинает ласкать ее грудь. Лилит смущается и стонет, когда Леви с удовольствием ласкает ее грудь. В конце концов, Лилит достает пистолет и стреляет в стену пляжного домика. Позже Селена и Арата сидят одни на прибрежных скалах. Селена просит Арату, показать ей свой магический режим, чтобы она могла сделать заметки. Арата немного расстраивается и призывает свой гримуар. После того, как Астил начал дразнить Селену, она в конце концов уговорила Астила Кодекс показать ей режим мага Арата. Поскольку вокруг никого не было, Арат активировал режим мага и Селена заколдовала его, чтобы сделать снимок. Арат отменил ее заклинание и в итоге сорвал с Селены одежду. То и ночью, когда они шли в свои комнаты, Селена рассказывала Леви о своем ужасном опыте общения с Аратом. Леви смеется и называет Арата извращенцем. В этот момент они слышат какие-то звуки из комнаты Лилит и спускаются вниз, чтобы подслушать их разговор. Звуки становятся все громче и громче, пока Лилит не открывает дверь и не дает им подзатыльники. После того, как их наказали, Леви спрашивает ребят, о чем они говорили. Арат рассказывает, что он пытается повысить свой магический уровень, чтобы вернуть своего кузена. Одна из девушек предлагает обсудить их проблемы в общей ванной и все соглашаются. По дороге туда Арат вспоминает о том, что произошло между ним и директором, а затем спрашивает о двух других членах троицы, которых он еще не нашел. Селена рассказывает ему о Юи, странной волшебнице, которая общается со своими людьми только во сне. Когда Арат сказал им, что разговаривал с ней, девушки удивились. Арат спрашивает о последней из них, но Лилит говорит ему, что ее пока нигде нет. Через некоторое время они все приходят в общую ванную и раздеваются. Арат немного разочарован, увидев, что девушки пришли в купальниках, а он думал, что они будут совсем голыми. Мира немного злится на Арата и выходит из ванной вместе со своей напарницей Экио. Арата ныряет в бассейн и спрашивает, что произошло между Экио и Мирой. Селена объясняет ему их сильные стороны и переходит к разговору о его магических способностях. После обсуждения нескольких вопросов Селена предлагает Арате создать магическое оружие или меч, который дополнит его способности. Арата спрашивает Лилит, может ли она показать ему свое оружие, чтобы он мог его скопировать. Однако Лилит советует ему не делать этого, так как в настоящее время невозможно скопировать чью-то магическую технику, поскольку у каждого мага своя маа и свой магический архив. Все соглашаются с ее мнением и называют Арату демоном первого уровня. Арата отказывается сдаваться. Вместо этого он встает из бассейна и, склонив голову, просит Лилит показать ему ее оружие. В конце концов Лилит соглашается показать ему свое оружие, и Арата обнимает ее. Лилит дает ему пощечину и создает свое магическое оружие. Арата просит Асиля создать такое же оружие для него, и, к его удивлению, Асиль создает его. Лилит потрясена, увидев, что Арата создал такое оружие из ничего. Это может означать только то, что Арата может копировать магические техники других магов. Все ошеломлены. Когда Арата и Лилит идут по школьному коридору, Арата хвастается своей новой способностью копировать магические способности других магнитного. Лилит говорит ему, чтобы он не слишком зазнавался, так как все, что он может сейчас сделать, это скопировать структуру их магических способностей. Они заходят в класс и видят, что все спят. Арата обвиняет Лилит в том, что она бросила своих учеников и пошла за ним. Однако Лилит, внимательно осмотрев класс, выясняет, что причина в другом. Почти сразу же трое других членов Тринити-семерки собираются в кабинете директора, чтобы выяснить, что происходит. Выслушав все, что они хотели сказать, директор школы говорит им, что это явление, связанное с нарушением сна. Он предлагает ему и Арате сделать что-нибудь нехорошее со спящими красавицами. Лилит вздыхает и приводит их извращенные мысли в порядок. Акиха и Мира немного устают и решают сами разобраться с ситуацией. После того, как они покидают кабинет директора, Лилит просит директора подтвердить, что это действительно явление, связанное с нарушением сна. Директор вздыхает и рассказывает им о подземном подземелье, где сейчас находится шестой член троицы семьи Юи. Арата узнает в Юи ту самую горячую девушку, которую он видел во сне, когда директор описывал путь к подземелью. Когда он заканчивает свой рассказ, студенты покидают кабинет директора и направляются туда. Добравшись до подземелья, Арата и другие девушки замечают на стенах странные узоры в виде звезд и бриллиантов, как будто кто-то хотел, чтобы это место напоминало сон. Леви продолжает рассказывать Арате о силе Юи. Если бы она захотела, то могла бы погрузить весь мир в сон. По слухам, ее сила соперничает с силой повелителя демонов и их директора, который считается самым сильным магом. Арата понимает всю серьезность ситуации и становится серьезным. Они все превращаются в магов и следуют за Леви, который ведет их по туннелю, похожему на пещеру. Пока они идут по туннелю в поисках подземелья, Арата и девушки сталкиваются с группой теней из другого измерения. Эти парни выглядят как плохо одетые парни с Хэллоуина, но это не значит, что они не сильны. Арата достает свой кодекс и просит его создать такое же оружие, как и в прошлый раз. Однако на этот раз кодекс ошибается и создает фен для волос. Дум Арата берет фен и направляет его на тени. Поскольку это не помогает, он бросает фен на пол и использует свою магию отмены. В результате с девушек слетает одежда и они на время теряют способность двигаться. К счастью, одежда и способности Леви остались при ней. Она делает свое фирменное движение и разрезает тени на мелкие кусочки. Когда тени исчезают, они все вместе спускаются в подземелье. Пробежав несколько метров, они оказываются в темном помещении подземелья. Внезапно что-то начинает касаться Лилит в самых интимных местах, и она начинает стонать. Сначала она обвиняет в этом Арату, но потом Эрин использует свою магию отмены, чтобы уничтожить тени. Арата благодарит ее за помощь и продолжает думать о груди. Лилит снова смущается и отворачивается от Эрина и Араты, которые, похоже, обсуждают грудь. В этот момент на них снова нападают тени, и Леви расправляется с ними. Попутно она дает Арате несколько советов, которые помогут ему стать королем демонов, и призывает его как можно скорее стать им, чтобы она могла увидеть, каким демоном он станет. Уничтожив тени, они продолжают спускаться на нижний уровень. По пути они встречают Акио и Миру и останавливаются, чтобы поговорить с ними. Арата спрашивает их, почему они так сильно винят Юи, ведь возможно есть более простое объяснение феномену разрушения. Акио и Мира говорят ему, что их не интересует объяснение, они здесь для того, чтобы уничтожить врага. Другие девушки вмешиваются в разговор и пытаются напомнить им, что Юи такая же участница Тринити Севен, как и они. Однако Акио и Мира не готовы согласиться с Ордой и остальными. Акио вызывает Леви на бой, чтобы решить этот вопрос, и Леви принимает вызов. Она говорит Арате и остальным девушкам, чтобы они шли вперед, пока она будет сражаться с Кьо. Леви вызывает мощный тайфун с помощью своей магии ветра. Это отвлекает Арату, и он начинает разглядывать трусики Миры. Мира немного отвлекается и кричит на своего напарника, чтобы тот разобрался с этим безответственным парнем. Лилит быстро пользуется моментом и уводит Арату от двух девушек. Как только они оказываются вдали от девушек, они бегут к подземелью и наконец находят большую дверь в комнату. Открыв ее, они видят Юи, привязанную к дракону. Пока они ищут подсказки, дракон открывает глаза, и его магия резонирует с магией Араты. Это оказывает странное воздействие на Арату, и он раскрывает свои черные демонические крылья и теряет контроль. Затем демон стреляет в Арату фиолетовым огнем, чтобы уничтожить его. Аарон встает на пути огня и принимает удар на себя. Лилит стреляет из бластеров дракона и на некоторое время ослабляет его. В этот момент к ним присоединяются Мира и Акио, чтобы сразиться с драконом. Поскольку теперь у них есть общий враг, фантомный дракон, им приходится заключить временное перемирие, чтобы уничтожить его. Леви подходит к Арате, который все еще корчится от боли, и объясняет ему, как спрятать демонические крылья. Затем она говорит ему, что эта битва лишь первый шаг к тому, чтобы найти его сестру. Услышав это, Арата снова становится серьезным и просит Леви научить его стрелять из пистолета. Леви слегка усмехается и объясняет ему, как обращаться с оружием, потому что это единственный способ спасти Юи от дракона. После этого она оставляет его с Лилит, чтобы та научила его пользоваться магией для создания искусственных сооружений. Пока остальные сражаются, Лилит показывает ему и Аску Кодексу, как использовать алхимию для создания любых материалов, которые им нужны. Получив объяснение, Арата приказывает своему гримуару приготовиться и создать самое лучшее оружие, чтобы одним выстрелом убить дракона. Леви останавливает бой и подходит к Арате. Она целует его руку, наделяя его магией и давая последний урок, как создать оружие, а затем оставляет его, чтобы он закончил начатое. Арата благодарит ее и, собравшись с духом, бросается на дракона, создавая самое лучшее оружие. После создания своего оружия он одним выстрелом убивает призрачного дракона и, наконец, освобождает Юи из лап дракона. На следующий день Арата просыпается и видит, что Юи и Арен лежат рядом с ним совершенно обнаженные. Через несколько мгновений в комнату входит Лилит, чтобы разбудить Арату, и видит двух обнаженных девушек, спящих рядом с ним. Она немного смущается и кричит на Арату. Арата сохраняет спокойствие и наблюдает, как Лилит смущается вместо него. Позже, тем же утром, Арата и девочки одеваются для физкультуры. Юи и Арон окружают его, наблюдая, как девочки занимаются физкультурой. Арата, пробегая мимо, делает комплимент Лилит и говорит девочкам, что им нужно развивать такую же грудь, если они хотят нравиться ему больше. Через несколько минут появляются Ако и Мира, чтобы преподать Арате урок. Арата умоляет их не сердиться на него, ведь он всего лишь обычный парень с обычными желаниями. Мира садится рядом с Юи и предупреждает ее, чтобы она держала свою силу под контролем. В противном случае им с Акио придется сразиться с ней и заставить ее подчиниться законам магического общества. Селена появляется со своей камерой и предлагает устроить бой между троицей семи против кандидатов в повелители демонов Араты. Лилит приходит, чтобы подбодрить остальных. Леви и Акио не обращают на нее внимания и активируют режим мага, чтобы продолжить бой в подземелье. Вскоре к ним присоединяется Арен и тоже активирует режим мага. Селена снимает все на камеру. Она поворачивается к Лилит и просит ее тоже принять участие в бою. Лилит, как обычно, немного смущается и прикрывает грудь руками. Юи облизывает губы и подключается к своему архиву. Она впервые перед всеми активирует режим мага и готовится к бою. После активации режима мага она использует свою особую способность Сиренада Звездной Ночи, чтобы пригласить всех в свой мир грез. Там она оставляет Эриту бодрствовать, пока все остальные спят. Они немного болтают о всякой ерунде, а потом видят миру. Оказывается, мира отразила магию Юи с помощью своих способностей. Она жалуется на странности Юи и исчезает в никуда. Юи пытается поцеловать Арату, но он останавливает ее и просит рассказать о себе. Юи начинает капризничать, но потом рассказывает Арате кое-что о себе. Оказывается, она так долго спала, что у нее не было времени завести друзей. Единственным человеком, который относился к ней как к человеку, был Леви-ниндзя. Арате становится жаль ее, и он гладит ее по голове. В тот же миг он становится ее другом и начинает ласкать ее тело. Но как только он собирается осуществить свои извращенные желания, Лилит, которая все еще спит, приказывает ему остановиться. Арата немного удивлен, но потом понимает, что это Лилит. В конце концов, Юи целует Арату в щеку в знак благодарности за то, что он спас ее. Затем, мир снов снова превращается в реальность. На этот раз все девушки собрались вокруг Араты и Юи, которые крепко спали на кровати. Теперь, когда он познакомился с шестью из них, они могут надеяться, что удача приведет его к седьмой. В это время Мира принимает ванну в бане. Она так глубоко погружена в свои мысли, что не замечает, как к ней подкрадывается Ако. Ако пугает ее, и она падает. Позже Ако помогает ей подняться и присоединяется к ней в бане. Там она уговаривает свою подругу Миру открыться ей. После долгих уговоров Ако Мира наконец-то открывается. Очевидно, она немного боялась того, что в последнее время происходит с феноменом прорыва. Она боится, что это может быть как-то связано с кандидатом на пост повелителя демонов. Ако говорит ей, чтобы она не слишком переживала. С ней и Мирой никто не сможет сравниться с ними по силе. Она должна сосредоточиться на том, чтобы стать достойным руководителем общества гримуаров, пока Акио будет ее мечом. В ту же ночь в Академии разразилась гроза, и это вызвало феномен, связанный с нарушением порядка. На следующее утро все обвинили в этом Юи и Арату, но Арата защищался и убедил всех, что Юи не имеет никакого отношения к произошедшему. Далее Мира и Лилит рассказывают о том, что почувствовали в библиотеке, и о том, что они почувствовали в тот момент, когда в библиотеку проник призрак. Это может означать только одно. В Академии появился призрак, который преследует их. Арата, Леви, Юи и Арин собрались вместе, чтобы поговорить о призраке, который проник в их школу. По-видимому, первый случай такого рода произошел несколько лет назад. В ту ночь плохая погода разбудила одну из сестер-близнецов, которые учились в библиотеке, пока остальные спали. Внезапно окна разбились в дребезги, и старшая из сестер-близнецов исчезла. Арата воодушевился настолько, что решил начать расследование. Он вернулся к Лилит и остальным, рассказал им о расследовании и обнаружил, что Селена в одиночестве сидит в библиотеке. Он подошел к ней и спросил, почему она грустит. Прежде чем она успела рассказать ему правду, в школу была направлена странная фиолетовая магия, которая телепортировала Арату и девочек в другое место, называемое Вечной Библиотекой. Все перешли в режим магов, и Арата начал ласкать грудь Селены, готовясь к встрече с врагом. На Арату была направлена атака темной магии. К счастью, Селена оттолкнула его в сторону. Арата поднял голову и, наконец, увидел последнего члена Троицы Семи, то есть Лису. Лиса – маг-отступник, который обладает способностью забирать магию у людей с помощью своих способностей, лишающих магии. Она развлекает девочек, рассказывая о себе кое-какие факты, а затем телепортируется в Арату, чтобы украсть его магическую силу. Селена быстро блокирует ее и отводит Арату в сторону. Лиззи продолжает нести какую-то чушь о своих магических способностях и переходит к тому, чтобы немного отнять магическую силу у Селены. Внезапно магический шармиры, определяющий уровень магии, показывает, что уровень магии Селены просто зашкаливает. У Лиззи вырастают черные крылья, и она становится кандидатом в повелители демонов, как и Арата. Тем временем Селена страдает от сильнейшего магического истощения. Ее старшая сестра-близнец Лиза оставила ей совсем немного магии, чтобы она могла выжить. Селена лежит на руках у Араты и пытается отдышаться. Судя по ужасному состоянию Селены, Лилит обвиняет Лизу в том, что она так жестоко и подвергает свою сестру опасности. После безуспешных попыток образумить ее, вмешивается Арата. Он осуждает Лизу за то, что она пытается украсть магию у своей сестры, и активирует свой режим мага, чтобы сразиться с Лизой. К его удивлению, Лиза сидит и записывает все сильные и слабые стороны его магии. Все удивлены, увидев, что она делает это. Они спрашивают ее об этом, и она объясняет, что она тоже украла часть исследований Селены вместе с ее магией. Судя по всему, Лиза хотела, чтобы Арата присоединился к ней. Она пытается убедить его встать на ее сторону и пойти по ее пути зла. Поскольку Арата слишком хороший мальчик, он отказывается присоединиться к ней. Лиза впадает в отчаяние и решает сделать невозможное. Она подходит к Арате и соблазняет его. Арата теряет бдительность и позволяет Лизе поцеловать себя. Он и не подозревал, что она только что забрала всю его магическую силу. После поцелуя сила Лизы увеличивается в четыре раза, а тело Араты слабеет. Внезапно ее крылья становятся больше, и она решает испытать свою новообретенную силу. Она щелкает пальцами и с помощью силы Араты заставляет одежду слететь с девушек, кроме Миры, которая защищается с помощью магии, и Леви, которая успевает увернуться. Леви планирует следующую атаку вместе с Мирой и наносит первый удар по Лизе. Лиза недооценивает силу Леви и едва не сожалеет об этом. К счастью, для нее ей удается увернуться от смертоносного удара Леви. После неудачной первой атаки Леви приходит в себя и готовится к контратаке Лизы. Не успев опомниться, Лиза телепортируется за спину Леви и связывает ее левую руку с помощью своей магии. Леви взмывает в воздух и разрывает связывающее заклинание, которое наложила на нее Лиза. Она признает силу Лизы и оставляет ее на растерзание Мире. К этому времени Мира заканчивает свой анализ и готовит магический шар для атаки на Лизу. Поначалу Лиза снова недооценивает Миру, но почувствовав силу атаки, начинает беспокоиться. В следующее мгновение Мира использует свою самую мощную магию против Лизы и ждет ее ответного удара. Лиза исчезает в своем Мире и пробирается за спину Мире, чтобы украсть часть ее силы. Однако Мира уже почувствовала ее приближение и изящно уклонилась от атаки. Лиза возвращается в реальный мир и благодарит Арату за то, что он спас ее. В этот момент Арата поднимается с земли и видит Аарона и Лилит, которые пришли его проведать. Он благодарит их за помощь и извиняется за то, что попал в ловушку Лизы. Девочки также дают ему понять, что он жив только благодаря гримуару в его руках и больше ничему. Арата благодарит свой гримуар за спасение и начинает лучше понимать силу Лизы. Вместо того, чтобы отступить, Арата встает и вызывает Лизу на поединок. Лиза отпускает странную шутку про Хидзири и получает за это наказание. По мере того, как ярость Ары нарастает, крылья Лизы начинают реагировать на это. Леви понимает, что сейчас произойдет, поэтому она хватает свой кунай, взмывает в воздух и приближается к Лизе. Но как только она собирается нанести удар, Лиза телепортируется. Ли тоже телепортируется, но возвращается в реальный мир на секунду позже и Леви удается загнать ее в угол. Это немного беспокоит Ли, потому что она понимает, что только что потеряла свое преимущество в бою. Она пытается понять, как Леви телепортируется, но уже слишком поздно. В конце концов Леви отрезает ей крылья и лишает ее возможности использовать магию. Лиза понимает, что проиграла из-за того, что не смогла овладеть магией Ары. Поэтому она уходит, чтобы узнать больше о магии Ары. Вскоре после ее ухода, вечная библиотека снова превращается в школьную библиотеку. Девочки поворачиваются к Аре и обвиняют его в том, что он такой глупый и попался в ловушку Лизы. Арата смущенно смотрит на них и переводит взгляд на Миру, которая стоит перед ним полуобнаженная. После того, как Арата снова смутил Миру, она решает научить его, чтобы в следующий раз, когда Лиза нападет на него, он смог дать ей отпор. Затем Мира и Акио выводят Арата во двор, чтобы научить его создавать магические заклинания. Арата умоляет их не трогать его, но времени на то, чтобы пройти весь процесс обучения, нет. Это значит, что Арата должен быстро всему научиться, иначе он погибнет. Не вдаваясь в подробности, Акио топает ногами по земле и бежит за Аратой, который удирает со всех ног. Вернувшись в школу, Лилит заходит в комнату Селены. Там она застает Юи, которая играет на скрипке, чтобы заглушить свою боль, и Эрин, которая стоит у окна и смотрит во двор. Девочки снова обсуждают Арату, надеясь, что его тренировки скоро дадут результаты. Леви приходит в себя и присоединяется к девочкам, чтобы проведать Селену. Тем временем Арата получает удар по голове и летит прямо на Миру. Упав на нее, он крепко прижимает руки к ее груди и просит успокоиться. Хотя он знает, что скоро у него пойдет кровь, он умоляет Миру выслушать его. Когда он заканчивает свою извращенную речь, он позволяет Мире делать с ним все, что она захочет. Мира кричит и бьет Арату ногой по голове. Арата вытирает кровь со лба и просит Ако продолжить его обучение. На этот раз Ако просит его в следующий раз попытаться отразить ее атаки. Если он будет продолжать уклоняться, то не научится отражать атаки Ли, когда она вернется за ним. Поскольку он уже знает, как копировать магические способности, то для него это не должно быть слишком сложно. Через несколько минут после начала второй тренировки в школу возвращается Лиза и приводит с собой своих теневых друзей. Она прикрепляет тени к более слабым ученикам и высасывает их магию, срывая с них одежду. Директор школы вместе со своим помощником прибывает на место происшествия и ведет себя как сумасшедший, прежде чем взять ситуацию под контроль. Через несколько минут появляется Лиза и директор отправляет своего помощника охранять школу и учеников, а сам остается с Лизой. И снова Лиза недооценивает директора и нападает на него, не задумываясь, после того, как оскорбила его умственные способности. Директор отражает ее первую атаку и оказывается позади нее. Он хватает ее и начинает читать лекцию о том, что нельзя недооценивать противника. Лиза вырывается из его рук и нападает на него во второй раз. На этот раз она связывает его с помощью магии Селены. Директор снова читает ей лекцию, а затем произносит заклинание, чтобы разрушить магию Селены. Он останавливает бой и читает еще одну лекцию о том, как анализировать состав и структуру магического заклинания. К этому моменту Лиза уже не может не восхищаться аналитическим талантом директора. Она клянется, что воспользуется его знаниями, когда наконец-то получит доступ к его магии. Прежде чем она начинает свою последнюю атаку, директор показывает ей свой гримуар, который является вратами ада. Лиза стоит в шоке от одного вида такого могущественного гримуара. Директор демонстрирует свой гримуар врата Соломона, чтобы отговорить Лизу и, возможно, помешать ей напасть на школу, не вступая в бой. Зная директора, Лиза использует свой последний козырь. Она расстегивает лифчик и обнажает грудь. Тупой директор покидает свое убежище и бежит к Лизе. Она заманивает его в ловушку и выталкивает из комнаты, а сама направляется в комнату Селены. Директор признает свое поражение, но затем напоминает Лизе, что случается с теми, кто обладает магией, превосходящей их собственную. Тем временем Акиемира и Арата слышат шум, доносящийся из школы. Это означает, что им придется тренироваться намного быстрее и вернуться в школу, чтобы не дать Лизе совершить убийство. Однако, чтобы добиться этого, Арате придется овладеть техникой Акио, заклинанием мантры. Пока они думают, как за короткое время достичь такого результата, гримуар, неподвижный кодекс, сообщает им хорошую новость. Она уже давно овладела техникой заклинания мантры. Прежде чем похвалить ее за хорошо выполненную работу, Акио и Мира выражают свое удивление по поводу того, что гримуар обладает такой силой. Затем Астиль кодекс снова шокирует их, превращаясь в человека. Мира и Акио еще больше удивляются, увидев, что гримуар ожил. Арин сразу же чувствует, что гримуар был вызван из комнаты Селены. Но прежде чем она успевает что-то сказать, появляется Лиза и попадает в ловушку, которую Левер оставил у двери. Она быстро выбирается из нее и подходит к кровати, чтобы проверить, как там ее сестра. Она сожалеет, что у нее не было возможности превратить ее в злую колдунью, но с другой стороны, не похоже, что Селена в ближайшее время станет злой. Селена просыпается, услышав голос сестры, и предлагает устроить состязание. Если Ада сможет победить Ли, то Ли станет доброй и вернется в Trinity 7. Ли берет ее за руку и говорит, что ее злые поступки практически невозможно исправить. Она снова усыпляет Селену и призывает свои злые демонические крылья, чтобы напасть на девочек. В этот момент появляется Арада и с помощью заклинания мантры останавливает Ли, которая собиралась причинить вред девочкам. Астиль представляется девочкам как ссора и оставляет объяснение на долю Араты. Похоже, Астил Кодекс велел Арате вложить свою силу воли в мантру и заклинания Шанта, чтобы он смог создать достаточно мощное заклинание, способное победить Лизу. Акио поддержала Астилы и посоветовала Арате вложить всю свою силу воли в заклинания, потому что это в 10 раз усилит любое магическое заклинание. После того, как Арата получил заклинание, Акио вложила свою силу в его гримуар и ненадолго потеряла сознание. Теперь, когда он здесь, Арата должен подтвердить свою репутацию кандидата в Повелители Демонов. Он бросается к Лизе, чтобы сделать первый ход, но останавливается на полпути, когда у нее с груди спадает лифчик. Лиза обвиняет в этом Арата, но тот выглядит растерянным, как и все остальные девушки. Может быть, она не успела вовремя застегнуть лифчик. Так или иначе, они все прекращают бой и начинают болтать о поцелуях, груди и полноте. К счастью, Лиза успевает одеться и готовиться к бою. Арата призывает синего дракона-заклинателя и бросается на грудь Лизы, чтобы наложить на нее заклинание. Лиза видит, что он приближается и телепортируется за его спину. Арата тоже это замечает и пытается атаковать ее. Однако у него ничего не выходит, потому что Лиза начинает телепортироваться по всей комнате. Она оказывается за спиной у Арата и кладет руку ему на грудь. К счастью для Арата, его тело уже было укреплено, поэтому заклинания Лизы не подействовали. Она возвращается, чтобы попробовать другой подход. Снова они оба прекращают бой и начинают говорить о всяких непристойностях. Когда они заканчивают, Лиза решает использовать самое сильное заклинание из своего арсенала. Она использует секретное заклинание Сатии Альпиор, замедляющее время во всей школе. Это заклинание заставляет время течь так медленно, что все вокруг словно застывают. Объяснив суть своего заклинания, Лиза дает им время попрощаться, а затем тоже замораживает их. Арата, понимая, что его ждет, широко улыбается и предлагает Лизе забрать его магию. За мгновение до того, как Лиза замораживает его и ссору, он высовывает язык и что-то шепчет ей. Лиза подозревает, что что-то не так, но не придает этому значения. Она замораживает Арату, подходит к нему и целует. Сделав это, она разражается злобным смехом и снова чувствует действие мантры Сидом. Когда она падает на колени, корчась от боли, Арата и Сора выходят из-под действия заклинания и показывают ей, что на языке Араты нет мантры Сидом. Очевидно, когда Лиза поцеловала его, она коснулась его языка, но ничего не почувствовала в ответ. Хуже того, Лиза теряет контроль над своими магическими способностями и становится настолько беспомощной, что даже не может выйти из состояния заморозки. Вместо того, чтобы осуждать ее, Арата обнимает беспомощную Лизу и умоляет ее вернуться в Trinity 7. Лиза немного успокаивается и признается в горькой правде о последнем кресте, который она использовала, чтобы заморозить время. Известно, что любой заклинатель, использующий заклинания заморозки времени, скорее всего попадет в ловушку, поскольку в настоящее время не существует заклинания, способного разрушить последний крест. Лиза принимает свою судьбу и на этот раз по-настоящему целует Арату, прежде чем вернуть их в реальный мир. Арата умоляет ее вспомнить о своей сестре и вырваться из плена, собрав все силы. Лиза улыбается и снимает заклинания, останавливающие время. Арата, вернувшись в реальный мир, снова начинает ласкать грудь Лилит. Наказав его, все оборачиваются к бедняжке Селени, которая все еще беспокоится о своей сестре. Хотя Лиза была злой волшебницей до конца своих дней, Мирай все же дает Соре и Селени разрешение обучать Арата искусству магии Логос, чтобы он смог набраться опыта и освободить Лизу от заклинания останавливающего время. Как только она отдает приказ, она выходит из комнаты вместе с Кьо. Арата встает и обещает вернуть Лизу. Сразу за пределами школы директор и его помощник готовятся к оценке состояния школы на Западе, которая была атакована и разрушена Искариотом, злым культом магов, в котором состояли такие же злые маги, как и Лиза. Несколько дней спустя Арата начинает изучать искусство магии Логос. Во время одного из уроков по рисованию магических кругов, у него возникают проблемы с концентрацией внимания, и он просит помощи у Леви и других девушек. Леви советует ему облизать пальцы, но Арата понимает, что это слишком извращенно для него. Кроме того, он хотел бы, чтобы Леви пососал его пальцы, когда он освоит это сложное задание. Юи даже предлагает подержать его за руку, чтобы он лучше сосредоточился. Однако Арата отказывается от ее предложения и оставляет его на потом. Это шокирует саму Лилит, которая наблюдала за Аратой из безопасного места. После занятий она провожает его до общежития и хвалит за его успехи и способности к изучению магии. В итоге Сора заходит в комнату Араты, чтобы обсудить с ним кое-какие вопросы, касающиеся его уроков. Вскоре Сора превращается в человека и присоединяется к разговору. Лилит говорит ему, что хотя он и полюбил изучать магию, она все равно беспокоится о том, что может пойти не так. Если он будет слишком самоуверенным в изучении магии, то может допустить ошибку. Арата взвешивает все риски, связанные с тем, что он сейчас изучает, и говорит Лилит, что готов пойти на любой риск, лишь бы спасти Лизи от ужасной участи, которая ее ждет. Прежде чем Лилит успевает что-то сказать, система оповещения вызывает Арату и Лилит в кабинет директора. Там Арата сталкивается с Мирой и снова видит ее трусики. Мира, как обычно, ругает его, а директор смеется. Вскоре после этого в кабинет директора приходят другие члены Троицы-7. Директор сообщает группе хорошие новости и назначает Арату помощником главного инспектора в школе. Мира немного удивлена и просит директора пересмотреть свое решение. Директор убеждает ее не волноваться и говорит, что он назначит Лилит присматривать за Аратой, пока тот будет становиться отличным помощником. Мира становится еще более подозрительной и спрашивает директора, почему он вдруг назначил Арату на такую престижную должность. Директор рассказывает им о школе на Западе, которая была разрушена на днях. Он просит их отправиться туда и осмотреть заброшенное здание, чтобы найти больше информации. После собрания остальные девушки собираются в комнате Араты. Лилит снова смущается и краснеет от того, что ее люди подшучивают над ней. Но на этот раз Арата изо всех сил старается не смотреть на грудь девушек. После шуток и подначек Арата спрашивает Лилит о том, к какому архиву относятся ее способности. После упоминания о том, к какому архиву относятся ее способности, Лилит замолкает и немного нервничает, потому что не знает, как ответить. Арата пытается заставить ее сказать это вслух, но она слишком смущена, чтобы произнести это. После долгих уговоров Лилит наконец рассказывает Арате о своей теме, которая связана с похотью из архива Лукреции. Арата начинает понимать, почему она так смущается из-за своих способностей и своего тела. Лилит садится на пол и начинает плакать. Арата подразнивает ее и она даже готова ударить его. Он перестает смеяться над Лилит и спрашивает остальных о том, к какому архиву относятся их способности. Судя по всему, Леви не умеет завидовать, Айрин не умеет злиться, а Лилит не такая похотливая, какой ее считают из-за ее способностей. После того, как они заканчивают совещание, Лилит начинает учить Арату тому, как стать главным инспектором. Время летит незаметно и Арата решает, что на сегодня хватит. Он встает и видит, что Лилит крепко спит, поэтому он берет одеяло и укрывает ее. Затем он ложится на кровать, чтобы отдохнуть. В этот момент его гримуар Сора садится ему на колени и немного его дразнит. Мира и Акио заходят в комнату и видят, что Сора сидит на коленях у Араты. Мира вскрикивает при виде девушки, сидящей на коленях у Араты, и снова ругает его за то, что он так обращается со своим гримуаром. В конце концов она успокаивается и признается, что пришла проверить, занимается ли он учебой. Однако Акио рассказывает правду о том, что Мира недавно очень помогла Арате в его учебе. Ей даже пришлось переодеться, чтобы он не смущался, когда она была рядом с ним. Мира очень смущается и наказывает Арата за это. Когда они становятся серьезнее, то обсуждают феномен разрушения, который произошел в западных школах. Акио рассказывает ему о Великой Академии Магии Либра, которая была разрушена примерно в то же время, когда Лиззи напала на них. Сора спрашивает, как они собираются добраться до Академии Магии Либра. Акио рассказывает им о Великом Магическом Телепортере, который может мгновенно перенести их в другой город. Арата очень взволнован и хочет попробовать воспользоваться магическим телепортером. В этот момент Сора меняет тему и делает двусмысленное замечание о груди Миры. Внезапно разговор принимает неприятный оборот для Миры, потому что все начинают ее дразнить. В какой-то момент разговора по Мире ползет таракан, и она падает на Арата. Лилит просыпается от шума и видит, что Мира сидит на коленях у парня. Она достает пистолет и стреляет в стену. На следующий день Лилит продолжает обучать Арата. В полдень они делают перерыв, и Арата отправляется в женскую баню. Лилит приводит его в специальную VIP-баню. Из бассейна открывается вид на весь город, и Лилит считает, что это отличное место для отдыха после напряженной учебы и тренировок. Арата благодарит Лилит за прекрасный вид и VIP-обслуживание. Затем он выглядит немного грустным, и Лилит, которая ему симпатизирует, спрашивает, что случилось. Арата смущенно хвалит ее улыбку и заставляет Лилит покраснеть. Затем она достает пистолет и стреляет в Арата, обрызгивая его водой. Лилит остальные наблюдают за тем, как они развлекаются в VIP-бассейне. Лилит решает добавить остроты в их игру. Она берет лист и бросает его в лифчик Лилит. Это приводит к тому, что лифчик расстегивается и обнажает ее грудь перед Аратой. Лилит использует настоящую силу своего оружия и стреляет в VIP-бассейн. После перерыва Арата и Троица-7 встречаются с директором в хранилище, чтобы телепортироваться в другой город. Когда они начинают процесс телепортации, в машине что-то ломается. Директор, который очень гордится своей работой и за всех сил пытается телепортировать студентов в Великую Королевскую Академию Либра. К счастью, телепортация проходит успешно, и Арата, Мира и Сора пребывают вовремя. Что касается остальных, то их нигде не могут найти. Прежде чем они успевают обосноваться и начать расследование, появляется кто-то, выдающий себя за Хидзири, и пытается манипулировать Аратой. Мира видит, что это не Хидзири, а Самозванка, и атакует ее своим темным оружием. Самозванка отражает атаку и возвращается в свой мир, надеясь, что еще раз встретится с Аратой. Арата пытается заставить ее раскрыть свою истинную личность, но уже слишком поздно, и Самозванка исчезает в воздухе. После ее ухода Сора рассказывает Арате о ней. Оказывается, она фрагмент Илии, еще один гримуар, который скопировал воспоминания и привычки Хидзири и подражал им. Она готовила и убирала для Араты, пока Хидзири была в мире теней. Кроме того, гримуар Хидзири сейчас находится в школе, которая должна была быть разрушена. Мира убеждает Сору и Арату пойти с ней в школу, чтобы найти потерянный гримуар. По пути в школьное крыло Арата спрашивает Миру, почему школа, которая должна была быть разрушена, все еще стоит. Когда никто не отвечает ему, он предполагает, что здание, в котором они сейчас находятся, должно быть построено в другом мире. Сора соглашается с этим и направляет свою магию на одну из стен школы, но та отскакивает от нее. Это может означать только то, что Арата был прав, и они сейчас находятся в другом мире. Им нужно выбраться из этого странного мира, в котором они оказались, иначе они навсегда останутся там в ловушке. Прежде чем они успевают что-то придумать, на них нападают монстры тени. Мира обращается к своему архиву Супер Баи и пытается активировать режим мага. Однако ее одежда слетает с нее, и она остается голой. Арата снимает с себя куртку и отдает ей. Затем он спрашивает Сору, почему школа не позволяет мире активировать режим мага. Сора говорит ему, что должно быть самозванцы использовали какой-то магический трюк, чтобы никто не мог активировать режим мага. К счастью, Мира состоит из чистой магии, поэтому это не должно на нее повлиять. Арата берет теневые фигуры в руки и переносит Миру в более безопасное место. Когда они уходят, Сора использует свою магию, чтобы уничтожить теневые фигуры. Фрагмент Илиады снова появляется в виде хит-зири и провоцирует Сору на бой. Тем временем Эрита и Мира заходят в тупик. Эрита находит поблизости классную комнату, снимает рубашку и отдает ее Мире, чтобы та надела ее. Мира надевает рубашку и Арата делает ей комплимент по поводу ее сексуального вида. После этого он успокаивается и начинает думать, как им выбраться из этого мира. Мира говорит ему, что они должны найти радиостанцию, которая находится либо в центре школы, либо в ее окрестностях, чтобы создать магический круг. Арата встает со своего места и решает пойти в центр школы. Мира спрашивает, пойдет ли он один, и Арата отвечает, что пойдет один. Мира понимает, что это опасно и предлагает пойти с ним, чтобы он не заблудился. Арата был бы рад любой помощи, поэтому он разрешает Мире пойти с ним. Тем временем Сора и Фрагмент Илиады обмениваются ударами и продолжают провоцировать друг друга, чтобы использовать самые сильные магические атаки. В какой-то момент Сора решает применить самое сильное заклинание из своей книги, чтобы вызвать феномен разрушения, который может уничтожить Фрагмент Илиады и всю школу. Фрагмент Илиады быстро призывает свою черную коробку тюрьму, и заключает ссору в тюрьму, а затем продолжает поиски Араты. После недолгих блужданий по школе Мира и Арата наконец добираются до центра. Однако, чтобы добраться до самого центра, Арате и Мире придется подняться по лестнице на очень высокую стену. Мира попыталась подняться первой, но ветер постоянно поднимал ее рубашку, обнажая нижнее белье. Арата замечает это и понимает, что Мира совсем не похожа на Ирен или Леви, которые были настоящими извращенцами. Чтобы сохранить свою гордость, он решает помочь ей подняться по лестнице в центр школы. Мира смущенно забирается на спину Арате и позволяет ему отнести себя в центр школы. Поднимаясь наверх, Арата спрашивает Миру, как ей удалось достичь такого положения в обществе благодаря своему магическому дару. Мира отвечает, что это одна из причин, по которой она добилась успеха. Арата проявляет еще больше интерес и спрашивает о ее прошлой жизни. Мира решает, что ему можно рассказать о ее прошлом и делиться с ним самыми сокровенными воспоминаниями. Будучи юной девушкой с невероятно высоким уровнем магического дара, Мира всегда знала, что не стоит сближаться с людьми, а тем более заводить с ними дружбу. Так как боялась причинить им вред. Однако все изменилось в один прекрасный день, когда она встретила Акио. Акио показала ей, что значит быть обычной маленькой девочкой, и научила ее контролировать свой магический дар. Однажды Мира попыталась управлять магическим шаром, но у нее ничего не получилось, и она потеряла сознание. Акио появилась как раз вовремя, чтобы спасти Миру от смерти. Она вынесла Миру в коридор и дождалась, пока та придет в себя. Когда Мира очнулась, Акио посоветовала ей гордиться своим магическим даром и перестать бояться осуждения окружающих. С тех пор Мира поклялась использовать свой магический дар для восстановления справедливости самым мирным способом, который только возможен. Услышав все это, Арата начинает лучше понимать Миру. Мира снова смущается и ругает Арату за то, что он такой нескромный. Арата смеется и говорит, что ему нравится ее обычная манера поведения. Мира обнимает его за шею и просит продолжать подниматься, чтобы они быстрее добрались до цели. Арата поднимается все выше и выше, пока они не добираются до самой вершины школьного здания. Через несколько мгновений после того, как они оказываются на месте, они обнаруживают, что Сора заперта в черном ящике, в котором ранее в тот же день оказался фрагмент Илиады. Прежде чем они успевают что-либо предпринять, появляется фрагмент Илиады и угрожает расправиться с Сорой, чтобы они втроем оказались в ловушке вместе с ней. Затем она призывает теневых парней, чтобы они окружили Миру и Арату. Пока Арата напряженно думает, что делать, Сора мысленно обращается к нему. Очевидно, школа находится в ловушке, созданной барьером, который состоит из того же материала, что и тот, в котором находится она. Если он сможет разрушить барьер, в котором она находится, то школа разрушится и они все окажутся на свободе. Арата придумывает план и сдается фрагменту Илиады при условии, что она освободит Миру. Мира пытается помешать ему пожертвовать собой, но Бро уже принял решение. Фрагмент Илиады попадает в ловушку и рассказывает ему о цели Хидзири, которая состоит в том, чтобы уничтожить мир. Что касается Миры, то фрагмент Илиады собирается уничтожить ее с помощью магии. Она открывает свой гримуар и готовится произнести смертельное заклинание, чтобы уничтожить миру. Арата пытается остановить ее, но тут его опутывают лианы, растущие вокруг здания. Фрагмент Илиады использует Сору в качестве источника энергии и привязывает Арату к лианам. Затем она подходит к Мире и начинает ритуал. Арата приходит в ярость и меняется в лице. Фрагмент Илиады немного удивляется и спрашивает, все ли с Аратой в порядке. Внезапно Арата теряет контроль и выпускает на волю демона, который живет в нем, и вместе с ним высвобождаются алкоголь, Астральная Троица. Превратившись в демона Астрал, он же крутой Арата, вырывается из оков и освобождает Сору из черного ящика. Затем он приближается к фрагменту Илиады и вызывает явление, которое полностью уничтожает власть Илиады над миром. Поскольку это единственный способ, которым он может стать правителем мира, в котором они сейчас находятся. Сора объясняет мире, что такое магические способности ее хозяина, и говорит, что они потеряют Арату, если позволят демону править дальше. Очевидно, что они не могут этого допустить, поэтому они активируют режим мага и бросаются в атаку на демона правителя. Однако правитель демонов не обращает внимания на их магию и срывает с них одежду. Затем он приближается к мире и почти целует ее. Но мира дает пощечину правителю демонов и приводит Арату в чувство. Сора замечает, что правитель демонов изменился в лице и быстро возвращает его в нормальное состояние, чтобы оживить Аду. Когда он приходит в себя, Ада спрашивает Сору, как быстрее всего выбраться из этого мира. Сора говорит ему, что для этого нужно победить фрагмент Илиады, чтобы освободиться от барьера. Эрита отказывается это делать. Вместо этого он благодарит Илиаду за то, что она была рядом с ним все это время и просит ее рассказать, как выбраться из реального мира. Илиада говорит ему, что мир больше не находится под ее контролем, так как демон правитель уже захватил власть. Арата и остальные какое-то время шутят, и Илиада неправильно их понимает. Она спрашивает, как они могут смеяться в такой ужасной ситуации. Арата улыбается и говорит ей, что они найдут выход, как всегда это делали. После этого Арата достает свой пистолет и призывает остальных девушек присоединиться к нему, чтобы совместными усилиями уничтожить Черное Солнце одним мощным выстрелом. Илайда с радостью использует свою магию. Как только все готовы, они одновременно стреляют в Черное Солнце. Через несколько минут Черное Солнце уничтожено, и все возвращаются в реальный мир. Лилит и Акио находят их двоих перед руинами и спешат к ним. Арата падает на грудь Лилит, но на этот раз она понимает, что он очень устал. Мира рассказывает им, что произошло в другом мире, где они оказались в ловушке. Сейчас им нужно отдохнуть, прежде чем они смогут продолжить свою миссию. Лилит и Акио отводят одетого в костюм Арату и Миру в безопасное место. Когда они уходят, Лилит чувствует чье-то присутствие на вершине руин, но не обращает на это внимания. Теперь, когда у Араты есть два гримуара, ему нужна вся возможная помощь. Через несколько часов, когда Арата восстанавливает свои магические силы, Мира рассказывает Лилит, что на самом деле произошло в другом мире. Она рассказывает, каким крутым и могущественным был Арата в тот момент, не забывая упомянуть, что он чуть не потерял контроль над собой. К счастью, она справилась с ситуацией и вернула его целым и невредимым. Акио решает снова подшутить над ними, угрожая убить Арату, как только он проснется. К ее удивлению, Мира и Лилит встают на его защиту и прогоняют Акио. После шуток она просит Миру рассказать ей человеке, который разрушил Академию. Мира рассказывает ей о легендарной библиотеке Лайди, и они немного говорят о ней. Через несколько часов Арата наконец просыпается и видит перед собой Хидзири, которая пришла из другого мира, где она оказалась заперта вместе с ним. Он извиняется перед ней за то, что не смог спасти ее, и обещает стать сильнее, чтобы разрушить барьер между их мирами и спасти ее. Хидзири благодарит его и хвалит своего любимого Арату за то, что он такой милый демон-правитель. Арата улыбается и обещает, что в следующий раз он обязательно спасет ее. Фрагмент Илиады встает и готовится вывести Арату из игры. Однако Лилит вмешивается и разлучает Хидзири с Аратой. На этот раз Хидзири появляется по-настоящему и вызывает на бой Лилит, одну из самых одаренных девушек. Она срывает с себя одежду и активирует свой архив Иры Сатана. Лилит немного удивлена, что Хидзири так хорошо разбирается в магии. Она бросается вперед, чтобы защитить Арату от атак. Увидев это, Хидзири решает украсть у Араты магию, чтобы однажды воссоздать его. Она призывает силу Иры Черного Азраила и направляет ее на Лилит. Эрин появляется вовремя, чтобы блокировать атаку с помощью руины. На вопрос, как она узнала, что на них напали, Эрин отвечает, что услышала голос Араты, который звал ее. Вскоре появляются Акио и Мира, чтобы помочь защитить Арату от Хидзири. В этот момент Хидзири немного удивлена, что ее кузина позвала всех девушек, чтобы они помогли ему. Хидзири создает магический круг и обещает им, что культ Искариота вернется за ними. Исчезая в воздухе, она просит Арату поскорее вернуться к ней, иначе он рискует потерять этот мир. После того, как она уходит, Арата благодарит Эрин за то, что тот спас его, и гладит ее по руке. Мира прерывает их милую беседу и напоминает, что Хидзири скорее всего направляется в их школу после того, как они уничтожили эту. Мира смотрит на школу и видит, что группа Искариотов нападает на территорию школы. Арата собирается с духом, чтобы встать и вернуться в школу, чтобы защитить ее от культа Искариотов. Тем временем школа подвергается сильному нападению со стороны злых магов Искариотов. Директор и Леви единственные, кто достаточно силен, чтобы противостоять злым магам Искариотов, даже если это поможет выиграть время до прибытия остальных. Леви выходит вперед, чтобы сразиться со своим первым врагом из группы магов Искариотов. Ее враг Лук, похоже, знаком с ней. Они обмениваются любезностями и оценивают силы друг друга. Директор наблюдает за их поединком, подбадривая Леви. Юи говорит Леви, что она может выложиться на полную, так как уже отправила всех учеников в свой мир грез. Она желает Леви победы в бою, и Леви готовится к схватке. Она делает первый выпад и использует скрытый мираж, чтобы сбить Луга с толку. Лук видит фантомы и рассекает их. В этот момент настоящая Леви появляется у него за спиной и угрожает убить его. Однако Лук заметил ее приближение и заблокировал удар. После нескольких секунд боя Леви удается перерезать ему горло. Лук приходит в ярость и бросается на нее, чтобы нанести удар в грудь. Юи, которая, кажется, наблюдает за боем из своего мира грез, едва не теряет контроль над своими силами и приходит в ярость, когда видит, что Леви получает смертельный удар в грудь. Леви кашляет, выплевывая кровь и готовится к следующему раунду. На этот раз она решает нарушить правила и использует свой последний герб, то есть самую мощную магическую способность, которая может ее убить. Она берет свой кунай и кладет его в рот. Затем она использует силу темия Левиафана, чтобы создать несколько смерчей, которые окружают Луга. Сначала Лук немного удивляется силе ее магии, но потом разочаровывается, потому что не ожидала, что это произойдет на этой неделе. Пробормотав несколько оскорбительных слов, она развеивает заклинания и ищет Леви, но не может ее найти. Оказывается, Леви притворилась, что использовала свой последний герб на Лу, чтобы отвлечь внимание и сбежать. Теперь, когда она вернулась в школу вместе с директором, Леви может залечить свои раны и отдохнуть. Леви решает снова вызвать Ло, но на этот раз Юи звонит ей из мира грез, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. К счастью, с ней все хорошо, но ей все равно скоро понадобится помощь, потому что она не сможет справиться с этими злыми магами в одиночку. В другой вселенной Арата, Мира, Ако, Лилит и Арин появляются перед полуразрушенным зданием. Они быстро обмениваются информацией о строении и с помощью своих сил телепортируются обратно в свой реальный мир. Тем временем Леви снова находит Люка и на этот раз опутывает ее своими теневыми нитями. Люк теперь зажата между нитями и, если попытается вырваться, может лишиться конечностей. Ее положение не оставляет ей выбора, кроме как призвать своих сестер. Поскольку она злой маг, Люк призывает трех Бриан, Ланс, Фрагорак, Меч и Клейм Салейс, которые представляют собой металлические крылья, прикрепленные к спине Люка. Призыв этих схем немедленно освобождает Люка от пут Леви и позволяет ему атаковать. Не теряя ни секунды, Люк телепортируется к Леви и снова наносит ей удар в грудь. Леви падает на землю, и это снова вызывает у Ю негативную реакцию. Она раздумывает, не покинуть ли ей свой мир и не оставить ли учеников одних, чтобы помочь Леви. Однако это будет слишком рискованно для учеников. Селена решает выйти и помочь Леви. Она вырывается из мира грез и связывает Люка, прежде чем отправиться на помощь Леви своей подруге. Люк освобождается от пут и наносит смертельный удар Селени и Леви. В результате этого удара пол разрушается и в нем образуется дыра. Думая, что она расправилась с надоедливой троицей 7, Люк поворачивается к директору. Однако она испытывает шок, когда слышит, как Селена зовет ее из дыры в полу. Оказывается, Селена поменялась сознанием со своей сестрой Лизой, которая была заперта в мире застывшего времени. Теперь, когда она вернулась и чувствует себя лучше, она собирается защищать свой народ всеми силами. Селена зовет свою старшую сестру-близнеца через объектив камеры и говорит ей, что она должна хорошо выполнять свою работу. Люк добирается до них и атакует Лизу. Однако Лиза уклоняется от ее атаки и связывает ее. Люк отказывается от одного из своих легендарных оружий, чтобы освободиться от пут. Затем она бросается на Лизу, чтобы атаковать ее. Однако Лиза уклоняется от удара и позволяет Леви, который уже восстановился после исцеления, разобраться с ней. Леви удается сломать ей крылья, оставив ее безоружной. Теперь Лаш находится в смертельной опасности. Однако ход битвы меняется в ее пользу, когда ее напарница Хиджири появляется из пространственно-временного туннеля. Она обсуждает кое-что с группой и пытается вернуть Лизу на свою сторону. Однако Лиза дает им понять, что она готова к предательству, поскольку изначально была на стороне зла. Хиджири понимает, что спасти Лизу уже невозможно. Она призывает магический шар и приступает к уничтожению противника. В этот момент в потолке открывается черная дыра, и Арата вместе с другими девушками возвращаются в школу. Успокоившись, Арата обнаруживает, что обнимает Люка за грудь и получает за это выговор. После этого он встает и вызывает Хиджири на последний бой. Хиджири соглашается сразиться со своей кузиной, чтобы разрешить их спор. Арата, который тоже хочет узнать, почему Хиджири так сильно хочет избавиться от него, считает, что этот бой поможет им лучше понять друг друга. Не теряя времени, Арата узнает в Лисе и Селении тела своих девушек, и за одну минуту становится хозяином Люка. Поднявшись на ноги, Арата и его девушки переходят в режим Мега, чтобы сразиться со своим общим врагом Хиджири. В это время директор и глава Академии Либра сидят в своих кабинетах и наблюдают за тем, как их ученики сражаются. Они делают ставки и ждут первого хода. Хиджири делает свой первый ход, но Мира блокирует ее атаку своей белой вселенной. Акио подкрадывается к Хиджири сзади и сбивает ее с ног, произнося заклинание и читая молитву. Люк встает у нее на пути и уничтожает ее последнее оружие. Лизи и Леви бросаются на Хиджири, чтобы атаковать ее, но Хиджири изящно отражает их атаку. Она объясняет им свои магические способности и предлагает им напасть на нее. Однако, когда они все же нападают, Леви и Лизи меняются местами и отвлекают Хиджири, так что она не замечает, что Арен находится в воздухе. Арен на мгновение ослабляет защиту Хиджири и оставляет ее беззащитной перед Лилит и Аратой, которые одновременно атакуют ее, чтобы победить. Хиджири получает сильный удар и теряет свои силы от одного единственного удара. После того, как его кузина выбыла из боя, Арата прекращает сражение и идет проверить, как она себя чувствует. Ослабленная после атаки, Хиджири решает рассказать Арате правду. После того, как Арата атаковал ее своим феноменом разрушения, Хиджири увидела будущее в мире Лимбу, в котором она находилась. В каждой из возможных версий будущего, которые она видела, Арата и Тринити-7 продолжали разрушать весь мир. После первого разрушения мир перерождался и продолжал разрушаться демоном-лордом Аратой и Тринити-7. Услышав это, Арата и остальные члены Тринити-7 были потрясены, когда Хиджири отказалась позволить своему кузену стать инструментом для возрождения мира. Хиджири сказала ему, что не хочет, чтобы он стал демоном-лордом Империи, и не желает ему такой ужасной судьбы. Арата заверил ее, что будущее, которое она видела, не сбудется. Однако, прежде чем он успел что-то сказать, Хиджири исчезла и превратилась в кристалл, который забрал повелитель Либера. Арата просит ее присмотреть за Хиджири, пока он не поправится, и тогда он заберет ее. Хозяйка Либерской академии смеется и уходит к себе домой. После ее ухода Арата поворачивается к своим девочкам и раздевается перед ними. Немного погодя к нему присоединяется Лилит, и они вместе идут в город, чтобы посмотреть на людей и достопримечательности. Она уговаривает его пойти с ней в город, чтобы посмотреть на людей и достопримечательности, и Арата соглашается. Пока они гуляют по городу, Арата благодарит ее за то, что она всегда рядом и помогает ему. Затем он спрашивает, как он может отблагодарить ее, и Лилит предлагает ему пригласить ее на обед. Арата ведет Лилит в ресторан неподалеку и видит там Миру, которая работает официанткой. Мира немного смущается, потому что знает, что Арата будет подшучивать над ней. Через несколько секунд появляется Акио и подает им роскошный обед. Арата и Лилит хорошо проводят время и заканчивают его на скамейке у реки. Наступает вечер, и атмосфера становится более интимной для Лилит и Араты. Поскольку они одни, Лилит впервые берет Арату за руку и нежно благодарит его за помощь, которую он оказывает им с тех пор, как перевелся в школу. Арата немного смущается и несколько секунд молчит. Тем временем четыре девочки, наблюдающие за ними, очень завидуют зарождающейся между ними любви. В конце концов, Арата целует Лилит. Худшее, что может сделать Лилит, это выстрелить ему в голову. Он приближается к ней, и Лилит робко приоткрывает губы для поцелуя. К ее удивлению, извращенец, которым он всегда был, вместо поцелуя, к которому она привыкла, дарит ей подарок. Арата начинает вести себя, как влюбленный мальчишка, заикается и объясняет, какие скрытые возможности дает ожерелье, которое он ей дарит. Прежде чем они оба от смущения не упали в обморок, четыре девушки, которые за ними наблюдали, выходят из укрытия и прерывают их разговор. В конце концов, Арата отправляется домой с членами Тринити-7, чтобы начать новый этап тренировок, чтобы стать сильнее и спасти свою сестру. На этом мы заканчиваем наше видео. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы смотреть новые видео.